Доброе утро, мои дорогие! Вот и едем мы на вокзал. Девять утра, уже рассвело. Закончилась наша полярная ночь. Моя команда провожательная. Господа иностранцы. Вон, видимо, мой поезд стоит. Все расснежено. Команда. Команда. Сонтер-команда. Ну что, мать, сейчас будем праздновать. Сейчас накроем стол. Как ты говоришь, будете баян разрывать. Все, надоело. Едьте уже обратно. Все, Питер. Теперь Сашкину доедай. Сейчас устроим праздник, тортики. Будем провожать. О, какая. Пассажир. Сколько ехать, когда ты приедешь? Завтра в 10 утра. От доски. Идите уже. Идите уже на работу. А то я буду реветь. Нафиг. Ну, вон, начинай. Не знаю, когда теперь приедут, не знаю. Как Константин Александрович, даст отпуск. Так и приедешь. Счастливо, давай. Счастливо. Пиши. Пошли, ладно. Я подописку ввожу. Давай. Счастничек. Давай. Все. Ушли. На работу поехали. Ох. А я поеду. И тут китайцы. Ну, все. Я поехала. Два месяца в Мурманске пробыла. Грустно. Алинка тут осталась. Костя тут. Иринка с Валерой. Мои друзья хорошие. Татьяна Валерьевна. А девчонки с работы. Ну, ладно, это у меня сейчас настроение такое. Немножко истерическое. Все будет хорошо. Ну, что, буду теперь снимать вам на остановках. Белетик. Будьте добры. Сейчас, секундочку. Ну, все как в поездах. Белье выдали. Народу немного пока. Народ весь потом зайдет. Ну, китайцы едут. Ну, что, дорогой Мурик. Буду скучать. Вот, а с другой стороны у нас залив. Вот, я не знаю, вам видно, нет? Он парит, мороз. Вот. А сопки, которые, ну, на другом берегу, вот там, где у домов окошки светятся. Вот вы, может, конечно, не поверите, но мы с Ирой каждый куст знаем на этих сопках. Потому что каждую осень мы за грибами. Было даже такое, что по два раза в день. Грибов тут в море. Только ходи. Я не помню, в каком-то году я посчитала. У меня было 95 литров маринованных только маленьких шляпок. Столько здесь грибов, мои хорошие. Это 95 литров. Это в пол-литровых банках. Представляете, сколько? Так, почти 200 банок. Вот. Из более крупных грибов всегда делали икру грибную, а маленькие шляпочки прям так. Ну, вот такие вот. Вот такого размера. Мариновали в банке. Это мое самое любимое время года в Мурманске. Август-сентябрь. Мы с Ирой ходили. Уже снег выпал. Заморские были. Мы с ней взяли и поперлись за грибами. В сапогах. В нем-то снег подтаивает. В резиновых сапогах. И что вы думаете? Знаете, сколько грибов приволокли? А они прям как стеклянные. Да. Опять 15 градусов. Опять залив парит. Я думала, хоть сниму. Что? Он опять, вон, мост в никуда уходит. Видите? Он же мост длинный на ту сторону. Он вон, посерединке. Исчезает в тумане. Этот мост строили 13 лет. Люди, живущие на той стороне, ждали его как Бога. Ну, он длинный. Просто не видно. Так вот и не удалось мне, представляете, за два месяца снять залив и сопки нормально тут. Потому что морозы постоянные. Река Кола подо льдом. Вообще, она такая бурная речка. Она не широкая, но бурная. Тут морозы какие стоят, что даже она вон... подо льдом. Лед ломался, видно, но... Так теперь и будем ехать. Сопки, сопки. Речки, озера. От Мурманска до Питера 1400 километров. До Москвы 2100. Те, кто не знают, до Питера поезд идет сутки. А меня спрашивали, какое население коренное тут. Население коренное это саамы. Ну, их там уже что-то несколько тысяч осталось. Конечно, какие они уже там саамы. Хоть у них там язык свой есть. Но... Вот. Они и в Норвегии саамы есть, и в Финляндии. Короче, те, кто живут на самом севере. Олени разводят. Семгу ловят. Вот она, Кола-речка. Вот. Городок, который рядом с Мурманском. Тоже Кола называется. Ему 500 лет. Вот. На этой речке стоит. Вот этот мост мы проезжали, когда ехали на машине Калинки. Ну, теперь у нас будет остановка в Оленигорске. Так, на машине 100 километров. На поезде идет часа три, наверное, по-моему. Вот. Едут в нашем вагоне китайцы, молодые. Проводник увидел и говорит, когда со мной в прошлый раз ехали китайцы, они украли... Ой, укрыли, говорю, украли семь полотенец. Вот так. Это поселки какие-то. Тоже, опять же, вот эта река, все Кола подо льдом. Какие-то... Не знаю, я даже не помню, что это за поселок. Так, что вот так китайцы воруют полотенце пыла. Стекло грязное, конечно. Не знаю, что там будет видно. А, вот еще там спрашивали у меня про Мурманск. Мурманск? Растянулся по берегу залива на 27 километров. То есть он город очень длинный, но узкий сам по себе. Практически, ну сколько там? Две улицы, наверное. Ну, где три. А так он длинный очень. Зимой полярная ночь. Летом полярный день. В общем, все с ног на голову поставлено. Ну, люди живут и любят свой край. Последние годы стало, ну так, я даже не знаю, престижно или как-то. Вот стали строить хорошие дома. кто как дачи, кто переезжает жить в них. Так что вот таких вот поселков прям очень много вокруг Мурманска. Ну, что здесь, представляете, какая летом красота. Вот эта речка. Супки с грибами, с ягодами. Чистый воздух. Ну, сколько понастроили. Я на поезде тоже не ездила. Пять лет с лишним. Целые поселки выросли. Ну, летом, конечно, комары, мошка. Это неприятный, скажем, такой фактор. Ну, ничего, спасается народ. Тут-то летом вообще красота в таких местах. В речке рыба. В Коле в этой речке даже семга есть. Вон, понастроили. По берегу сколько. Да. Я говорю, мало того, что любят свой край, еще уезжаем и тоскуем по Мурманску. Хотя чего вроде бы. Да? Вот так разобраться. То темень, то летом вот этот солнце светит круглосуточно. Холодно. Но все равно. Вот солнышко пока высоко не поднимается. Но сейчас будет день прибавляться. Просто как сумасшедший. И уже на майские праздники уже ночи не будет. А будет полярный день. И только в конце августа начнет темнеть. А так все лето. Что обидно. Ну, лето-то в Мурманске, скажем. Редко бывает. Тут такой... Поговорка такая есть. Что лето было в среду после обеда. А я была на работе. Вот. И вот целый день может идти дождь. Холодно. А ночью солнце светит. Вот сколько? 30 лет, да, вот на севере. Вот для меня полярная ночь. Зимой, когда темень. Я не могу путаю день с ночью. И летом, когда полярный день. Я тоже не могу. Путаю день с ночью. Все, кто приезжали ко мне с других краев в гости летом, это просто. У меня даже Танечка Шаповалова, она даже уехала раньше. Она говорит, я не могу. Что это? Как можно жить, когда день и ночь светло? Ну, ничего. Завтра приедем в Питер. Там уже все-таки день и ночь нормальные. А там еще дальше поедем. Вот, мои дорогие, что еще хотела вам сказать? А, предвижу вопрос. Почему плацкарта, а не купе? Потому что обязательно кто-нибудь просит. Несколько раз я ездила в купе. Ну, раньше еще. И каждый раз мне попадались либо какие-то зануды, которым то сквозит, то им жарко, то это. То пьяные мужики. А я была помоложе, я интересная была девушка. Вот. И вот это приставали и отбивалось и господи, то вообще какая-то компания извините меня зэком. и все. И я после этого сказала, нет, купе, если только мы едем своей командой, чтобы целое купе было. А так, нет, я лучше буду среди людей. Вот. А получилось, что боковое сидение, потому что поздно очухалась. не то, что я поздно очухалась, наоборот, я поехала раньше, чем мы думали, снулась, а уже летов нет, только боковые. это то, что сейчас полупустую, это ни о чем не говорит. Сейчас начнется, народ будет садиться до самого Питера. Вот. Так что вот поэтому я езжу к плацкарте. Прям неприятные были, скажем, ситуации. Ну, и, собственно говоря, почему поезд, а не самолет? потому что нужно было как-то какое-то время иметь для какого-то осознания что-то у меня плоховато, все равно какое-то такое состояние. Надо и подумать, и просто, может быть, без своих как-то не то, что отдохнуть, но как-то одной, что ли, побыть. вот. И потом я так подумала, думаю, буду ехать, буду с вами болтать. Прям чего вот на ум придет. У кого хватит терпения слушать меня и смотреть, спасибо вам огромное. через 10 минут будет Оленигорск, 100 километров от Мурманска, а деревья выше встали. Не все, но есть прям высокие елки, сосенки. как они долго тут растут, деревья. Это просто на нем как в Крыму за 3 года, что мы живем в Черноморском, у нас выросли деревья, я не знаю, метра на полтора, наверное. А тут они же по 100 лет растут. Ну, вот, Оленигорск. Стоянки по 5 минут сократили, чтобы, наверное, поезд быстрее шел. Вот. И курящие меня поймут. Лоханулась я. Давно не ездила на поездах. В поездах не курят. И вот это стоянка 5 минут выскочили все быстренько. Покурили бегом назад. Проводник говорит, все, давайте заходите. А поезд стоит. Самые бесправные в нашей стране не наркоманы, не алкашня всякая, а курящие люди. Поехали. до следующей станции. И девчонки мои золотые, я вас очень люблю, но не пишите мне, бросайте курить. Нет. Я курю 45 лет из своих 62. и бросать не собираюсь. Тем более, что настоящие врачи говорят, что при такой практике курения бросать курить нельзя. Это сразу переходит в астму и проблемы еще будут больше со здоровьем. Надо просто меньше курить. Вот и все. Китайцы там спят без задних ног. Ух, и до окол их север. У них такие чемоданы огромные, пластиковые. Это вообще больше, у меня. Не знаю, как они там пытались их на полке рассовать. потом схожу мимо, посмотрю. Проснулись китаянки, слезли со второй полки, а залезть у них никак не получается. Они так и тихонечко смеются между за собой. Ать, ать, ать. Залезла. Помогают. видимо, у них другие поезда. Смеются довольно. Золотые. Для тех, кто давно не ездил на поездах. Ну, наверное, есть такие люди. Теперь, раньше были такие вот эти старые ватные матрасы. Теперь вот такие вот матрасики. Ограждение, на верхних полках. Что еще? Нормальное постельное белье. Вот такие полотенчики. Довольно все прилично. В туалетах другие краны, не такие, как раньше были. Ну, вот это вот оповещение. Тут свободный туалет. Температура 23 градуса в огоне. Вот. освежители воздуха в туалете, бумажные полотенца, туалетная бумага. Господи, как вспомню, как раньше ездили мои, когда были Костя с Алинкой, ну, небольшими, вот это привязывало их колготками или чем угодно, вот к этим штукам, чтобы не упали. потом стали какие-то выдавать пояса. Ну, теперь вот есть такие штучки, они вот складные, ну, туда вот складываются, а потом ее рассудят. Вот. Ну, как-то все-таки улучшается быт поездной. Забыла сказать, можно заказать завтрак, обед и ужин. Вот. Ну, так себе, скажем, рациончик. Все какое-то вегетарианское. Вот нарезка мясная есть. Вот так все вегетарианское. вегетарианское рацион. Вот, оказывается, вегетарианский, детский. А, и стандартный есть. А я что-то прочитала и смотрю, все какое-то вегетарианское. А, тут поджарка из курицы, макароны. Курица тушеная в случае. Опять же макароны. сосиска отварная, картофельное пюре. Ну, понятно, что, господи. Но фактор, что можно сказать. Не так дорого, скажем так. Да, недорого. Вот. Такие вот дела. Ну, уедем. Вот так у нас проводник по-английски говорит. С китаянками разговаривает. Ну, пытается во всяком случае. Прикольно. Вот так вот. А я думала, зимой это не то, что летом детей много. Вот они в Апатитах тут весь вагон заполнили. Какой-то ансамбль, наверное, что ли. Весело будет. Практически весь вагон, наверное, заполнился. Сейчас родители выйдут, провожающие. Это да. Бакалову, Акулова, Заплатина, Ганичева. Иди, у нас это туда дальше. Проходим. Так, Юрьева, сюда села и сиди. Лена, бойла тут, Гералева. Ну, все, покой нам только снится теперь. Девчонки пляшут, едут на какой-то конкурс в Петрозаводск. Это вот они в 4 утра только выйдут. Довольные достают дошираки. Родители там махали руками. А, им уже все равно. станция с чудесным названием Африканда. Африканда. Как такое название оказалось на Крайнем Севере. А я что-то забыла. Надо в интернете посмотреть. Африканда. У девочки день рождения. Вот они ее поздравляют всем коллективам. Миланочка, мы тебя все поздравляем. Подойти близко не можем целостить. Тихо, тихо, кричит. Поздравляем! 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 Дети хватают еще свечек. Станция Полярная Зори. Здесь атомная электростанция, которая свет дает нам. Да, девчонки, конечно, не дадут вообще ничего рассказать. Время 6 часов вечера. Мы уже в Карелии, уже Мургунская область проехали. Девчонки то пристают к китайцам, бегают, то просто. Я поняла, кого они мне напоминают. Стай кукур. глупенькие, суетливые, смешные такие. Смешные такие. так что мы потихоньку двигаемся вперед. Девчонки, кушать? Да. На улице метель такая, холодно, а норманские горячие парни в шортах курить выходят. Одна в шторах позже сейчас Даша просто сейчас сейчас Даша не спит, что не хотела. О, невозможно их угомонить, конечно, этих девушек, в шторах. Никто не спит, а время 20 минут в 10. А в 3 часа и вставать. 4 утра. Наши танцорки В Петрозаводске Высадились Сейчас опять будем тихо ехать Так, это Петрозаводск Но очень неудачно Ремонт идет Ремонт что-то тут Подняли же всех Разве дадут поспать Вот у человека работа В 4 утра Он лопатой пером чистит С ума сойти Это сколько же надо тут Ходить-то Видите, темно еще снимать-то А уже все другое Мурманская, Карелия Белая Снег кругом А тут вон чего Мокро на дорогах-то Температура плюсовая что ли Ну ладно, сейчас может еще раз светет Волховстрой Бывает сколько раз мы На машине проезжали Через Волховстрой Ну и все Следующая Санкт-Петербург Прям без сна Ну вот Человеческий муравейник Спасибо вам, мои дорогие Что доехали со мной Из Мурманска в Питер Теперь что-нибудь вам в Питере покажу Потом поеду дальше Где-то моя Сашка должна Придеть Вон она берет Привет Ой Я доехала Все, отлично Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...